Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас распаковочка моих новеньких вот таких вот кубик Рубиков или кубиков Рубика, как правильно будет сказать. Напишите в комментариях. Друзья, напомню, что таких уже кубиков у меня парочка есть необычных, но это другие. Там у меня есть 3х3 серебристый, 4х4 еще побольше, ну а таких нет. 3х3 маленький и 3х3 большой, разноцветный. Давайте будем распаковывать, друзья. Вы тем временем подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Распаковываем, как всегда, моим любимым ножиком от компании Ермак и посмотрим, что же из себя представляет. Особенно меня интересует вот этот вот малыш. Тут, как бы, вроде бы все понятно. Как видите, тут быстрый и точный, 3х3, двойной у нас кубик здесь. Обычно у меня попадался, скажем так, одинарный. Два одинарных было, ну, в отдельных упаковочках, а тут уже, видите, два. Зой Зой называется он, 3х3 Плюс. Почему Плюс, я не могу вам сказать. Что же здесь еще указано, друзья? Быстрое плавное кручение, а также хорошая резка углов. Позволит быстро выучить все алгоритмы сборки. Развивает моторику рук, укрепляет и тренирует память. Тренирует воображение и логику. Учит фокусироваться, удерживает внимание. Ну что ж, неплохая штука, да? Давайте будем распаковывать, как показывает практика, распаковывать лучше вот так. Вот. То есть, сами кубики достать. Все равно упаковку уже мы все, я так понимаю, выбрасываем. И инструкция, как видите, вот здесь. У нас находится эта инструкция по методам игры. Этот кубик Рубика, как его там собирать, или как правильнее сказать, да? Сейчас таким брутальным способом открываем. Сложно, конечно, открывается упаковка. Зачем, честно говоря, заблестировать так, я не могу понять. Но, тем не менее, могли бы сделать это немножечко попроще. Вот у нас одна инструкция. Ну, в принципе, ее и достаточно. Все, убираем эту стороночку. Нож в сторонку. И смотрим, что же у нас здесь за кубик. Какие сравнения с остальными. Чем отличается? Ну, во-первых, смотрите, друзья, сразу вам покажу. Они, конечно, очень такие легкие. Такое впечатление, как будто они расшатанные такие вот даже. И что хотелось бы отметить, еще такой момент, что цвета, конечно, яркие. Но видно, что как будто наклеены. Но, друзья, это пластик. То есть поближе покажу. И видите, это пластик. Это не наклеено. Ну, если и наклеен, но наклею пластик. Это не обыкновенная наклейка, там которую можно содрать. Вот это вот название Зои Зои, это уже наклеечка наклеена. Ну, я ее сдирать сейчас не буду. Просто, чтобы было и так далее. Очень приятно в руках. Нигде не режет ничего. Собирать, разбирать. Тут уже как душе будет угодно. Так, в принципе, и сделаем. Салатовый цвет, особенно такой и оранжевый. Крутой. Крутые цвета, довольно-таки яркие. Оранжевый, кстати, почему-то на камеру не такой, как он в реальности. В реальности он такой более, знаете, так, скажем, вырвиглазный цвет. Вот, поэтому... А красный самый обыкновенный. Самый обыкновенный, такой ближе даже к бордовому. Салатовый, яркий, конечно, цвет. Салатовый. Ну, и, в принципе, синий цвет тоже вот такого плана. Очень легенький кубик. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть еще по сборке. Тут 2 на 2 есть даже кубик, как собирается. Инструкция, друзья. Инструкция у нас идет на русском языке. Но тут как собрать куб 4 на 4? У нас 3 на 3. Почему-то я вот сейчас здесь не вижу. Ага, вот 3 на 3 есть у нас куб. И тут уже, я так понимаю, различные основы, как собрать куб 2 на 2, 3 на 3. Тут, короче говоря, друзья, дана полная инструкция. Кстати, есть QR-код сайта zoizoi.ru. Ну, это довольно-таки неплохо, потому что вот ознакомиться с более подробными инструкциями по сборке кубиков можно на сайте. Вот это, я считаю, круто, друзья. Ну, кубик 2 на 2, это самый, наверное, простой. Вот, поэтому инструкция довольно-таки неплохая. Я ее, естественно, сохраню. Теперь у нас есть маленький кубик такой, такого плана. Тут такое впечатление, опять же, кажется, как будто это все наклеено. Но это пластик. Пластик. Тут уже цвета отличаются. На первый взгляд не отличаются, но на самом деле отличаются. Этот слегка темнее цвет идет, синий. Белый, как белый обычный. И, знаете, ну, такой миниатюрный. Вот, буквально он на двух пальцах вмещается. Вот такой вот кубик, да? От такого размера. Честно говоря, такой деткам поиграться. Но, что хочу отметить, друзья, сразу. Этот кубик намного, так, скажем, более такой сбитенький, да? Если брать, допустим, вот этот кубик Рубика, то он вот он, вот он. Понимаете? Тут чуть ли не крутится, вертится. Одной рукой можно все делать. Вот. То этот уже такой, знаете, более как-то сжато все, сбито. И довольно-таки неплохо собрано. Честно говоря, вот этот даже вызывает какие-то подозрения, что как-то не особо хорошо собран. Если сравнивать с этим. Казалось бы, да? Два кубика в одном... В одной пачке. А сборка немножко разная. И цвета немножко разные, да? Тут какие-то цвета такие, не такие ядреные, скажем так, как вот здесь. Хотя казалось бы, кажется, как одинаковые. Но на камеру, камера почему-то не передает всей сути вот этого всего. Ну, не знаю, почему, с чем это связано. Ну, тем не менее, как есть, так есть. Я вам рассказываю все без каких-то приколов. Вот. Приятно так он. Ну, хочу сказать, что он не такой легкий, как тот в плане передвижения всех кубиков. По осям. Он не такой, как большой кубик. Так, друзья. И теперь мы давайте сравним. Есть еще вот такой у меня кубик Рубика. 3х3. Прикольный он, да. Серебристый тоже. Легко вращается. Видите, тут даже эти все разборные. Давайте посмотрим здесь разборные ли. Ну, скажем так, не такие разборные, как хотелось бы, да. Ну, видите, да. То есть, каких-то подковырнуть. Где-то что-то есть. Но немножко тут замудреннее все сделано, да. Но они разбираются тоже, друзья. Кому интересно, там мало ли секцию заменить или что-то в этом роде. Но тут попроще все обстоит. Тут, вот видите, да. Такой нюанс есть. Разбирается легко. То есть, без проблем. Он уже немножко у меня припачкался. Ну, да ладно. Многие, кстати, постоянные подписчики могут видеть эти кубики Рубика у меня на канале. То есть, вы это все прекрасно видели. Они участвуют в видео. Скажем так, герои видео. Но тут, кстати, не каждый. Можно вот так вот легко разобрать. Да. Как будто трещинки. Ну, знаете, даже как-то он смазан там внутри, чтобы ходил получше. Да, довольно-таки интересно. Три на три. Вот этот вот вариант. Ну, вот сравнивайте. По размеру он практически такой же. Практически такой же, но все равно. Все равно этот немножечко больше. Новенький мой кубик Рубика. Этот такой, опять же, покомпактнее будет. Вот. Вот даже если сравнивать, здесь видно, что здесь приблизительно выступает миллиметр на полтора. Вот как-то так. Поэтому, как есть, так есть. Так. И последний кубик Рубика, который у меня есть. Зой Зой он же. Он, кстати, довольно-таки сбитенький. И я хочу сказать, что вот этот вот товарищ, это уже 4 на 4. У нас тут 3 на 3, 3 на 3, 3 на 3. А это уже 4 на 4. И хотелось бы отметить такой нюанс, друзья, что вот этот уже кубик Рубика, он более сложный. Цвета тут идут. Опять же, это все пластик. Это все не наклеено. И цвета тут идут уже такие, скажем так, более естественные. То есть, желтый, это желтый. Красный, это красный. Зеленый, это зеленый. То есть, не салатовый. Да, вот как сравнивать здесь. Вот можете посмотреть. Это для любителей кубика Рубика. Скажем так, тех, кому нравятся больше, скажем, ну, такие приглушенные, скажем так, более натуральные цвета, не врывеглазные. Ну, все равно же вы, как бы, понимать должны, друзья. Кто-то скажет, да, ну, ладно, какие там цвета. Ну, зачем оно надо? Нет, вы все равно, если разбираете этот кубик, собираете его, то есть, вам приятно, когда кого-то людей слишком яркие, там, чуть ли не... Ну, сидите вы, допустим, где-то на улице, и отражается от вот этих поверхностей, солнце отражается сильно и, как говорится, в какой-то степени бьет по глазам. Ну, собственно говоря, вот такая вот ситуация. В итоге у меня получается сегодня два вот таких кубика Рубика, кубика Рубика, вот, и в итоге у меня уже в коллекции 4 их. Будут ли еще, друзья? Посмотрим. Посмотрим. Я буду искать необычные. Если найду, естественно, запишу отдельный видосик вам. Вот. То есть, как бы, в принципе, штучка интересная. Плюс инструкция. Есть к ним инструкцию, естественно, я сохраню, буду учиться, собирать там и так далее, и тому подобные вещи. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Смотрю, многие смотрят видео на канале Технопар плюс без применения VPN сервиса и без подписки. Друзья, подпишитесь и включайте VPN сервис, когда смотрите видео на канале Технопар плюс. Это очень помогает каналу. Я желаю всем удачи. Не переключайтесь. Впереди много видео. Как обычно, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok